Возвращаемся в студии после рекламы. Те, кто ворует электричество, ответят многотысячными и даже миллионными штрафами. В рамках акции «Честный киловатт» МАЭСК выявляет нарушителей по всему Подмосковью. На одном из таких рейда побывала и наша съемочная группа. Этот складской комплекс пустует уже почти полтора года, но тем не менее успел потребить электроэнергией на 263 миллиона. А все потому, что собственник помещения вовремя не заключил договор энергоснабжения и все это время пользовался электроэнергией незаконно. Само технологическое присоединение было выполнено в соответствии с действующим законодательством, но последний шаг, который необходимо было сделать, а именно заключить договор энергоснабжения с энергосбытовой компанией, еле гарантирующим поставщиком, не был сделан. Сам предприниматель утверждает, что светом почти не пользовался, но и не отрицает. Знал, что нарушает закон. Просто надеялся, к нему с проверкой не придут. Запустили эту ситуацию, довели, что у нас получилось бездоговорные взаимоотношения. Мы хотим честно платить, хотим даже понести какое-то наказание готово. Бизнесмен наказал себя сам. После совместного рейда МАЭС с полицией на его территории света нет вообще и не будет, пока он не выплатит многомиллионные долги перед электросетевой компанией. А всё могло быть намного проще и дешевле. Если бы данный потребитель оформил всё по закону, то сумма, которую бы он должен был оплатить за этот период, в сто раз была бы меньше, чем по факту выявленного бездоговорного потребления. И пока так будет, Московская объединённая электросетевая компания будет проводить подобные рейды по всему Подмосковью. Ведь несанкционированное использование энергии создаёт риски снижения надёжности электроснабжения добросовестных потребителей. В Клину тоже фиксируют факты хищения. Специалисты МАЭС посчитали, что в нашем районе это 4% от общего потребления, что ни много ни мало 40 миллионов рублей. Елена Флеснина, Евгения Цветкова, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.